Приветствую с вами Забавон. Сегодня я собирался сделать трэш-обзор на Незер. Он почему-то мне особо никогда не нравился, но вот беда. Когда я его установил, он мне понравился. Не так, чтобы сидеть в нем безвылазно, но ничего плохого я там, увы, не нашел. Позвольте выразиться яснее. Я не нашел проблемы с графикой, фпс, инвентарем, лутом и прочими фичами. Все организовано достаточно грамотно и интересно. Основным минусом были читеры в режиме пвп. Их было очень много в пик популярности, вот потому-то остальные разбежались, настрочив негативных обзоров. Посугубило ситуацию и то, что перестали выходить обновления. Незер вышел в 2014 году в Steam. До этого он уже существовал и появился аж в 2013 году. До этого пиарились на сайте ПК Геймер. Незер был популярен в Steam, отчего местные читерасты сочли свою явку обязательной. Однако патчи выходили, борьба с ними велась с переменным успехом и к концу 2014 года стали вылезать признаки затопления. Постепенно Незер стал как и виртуальный Чикаго, что описано в ней заброшенный, но еще немного живой. На сайте PlayNether.com я нашел несколько тредов «Что случилось», где задроты вопрошают о обновлениях и дальнейшей судьбе проекта. Разные люди отвечают по-разному. Кто-то говорит, что разработчики забросили проект ради нового, кто-то, что такой-то студии больше нет, кто-то и о том, что все пилится, просто выйдет это не скоро. Ну а кто-то пускает слухи о сотруднике по серверам, который уволился и дело завязло в болоте. Что ж, приступим к более детальному обзору. Незер представляет из себя ММО-воживатор. Монстры, что бродят по карте заброшенного Чикаго, представлены в изобилии. Они не на каждом шагу. Их много разновидностей и над ними нет индикаторов здоровья. Самые легкие это ходоки и те твари, что бегают на четвереньках. Остальные уже сложнее. Ночью могут появляться какие-то иные монстры. Феноменальной агрессии в ночной период я у них не заметил. Хотя, признаюсь, ночью я заседал на торговой зоне и особо не высовывался в город. Есть боссы, есть и мини-боссы. Сами торговые зоны имеются в нескольких экземплярах на достаточно большой карте. Самую первую задроту подсвечивают и всячески поощряют его. Первыми заданиями является сдача особых сундуков в особый пункт приемки. Затем дают новые ящики, которые нужно откупорить в особенных местах. Таким образом, задрота знакомят с основными местами на карте, а заодно кое-как снаряжают. На торговых своих зонах можно найти ящики, которые можно сдавать за бабло на разных торговых зонах у определенных торговцев. Есть множество этих самых торговцев. Есть также и зона глобального магазина, где можно закупиться почти всем, в том числе и шапочками. Есть зона присоединения к отрядам, однако до них еще вам надо дорасти. Как и до всего остального, что щедро заблокировано в большом количестве, открывается по мере развития. Есть система прокачки, персонажей и выбора приветствия, а также движений оскорблений. К слову, эти движения впервые появились в Unreal Tournament. Вы могли надсмехаться над своим противником жестами в конце или в процессе раунда. Сама валюта представлена в двух типах. Она дается за убийство монстров, доллары, и за убийство других задротов, золотые монеты. Большинство предметов можно купить и за доллары, и за монеты. В мире есть лут. Его очень много. Он может быть внутри чего-либо, валяться отдельно или выпадать из всех видов монстров. Лута много, но не на каждом шагу. Ищите. Лут имеется и в специальных машинах, которые приветливо поблескивают игроку своими маячками. Кстати, о машинах. В Nether есть система передвижения на транспорте. Но этот транспорт пока что представлен только багги, а сам багги нужно еще собрать. Во всем мире есть ивенты. Это различные эскорты, события на время. Например, в режиме эскорт можно найти, донести и сдать ящик до пункта сдачи. Он здорово пищит и может привлекать внимание задротов и монстров. Развиваясь, геймер получает больше возможностей и способностей, как в торговле, покупке, так и в своих умениях. Мир очень большой, атмосферный, интересный, хороший дизайн в наличии, приятные звуки у орудий, классная звуковая атмосфера и звуки монстров, что всегда что-то выискивают, когда вы находитесь неподалеку. В остальном, чего я где-то не досказал, это хорошее, добротное ММО про выживание в затопленном Чикаго вместе с сельскими местностями. Выживание с элементами ММО. Кому как. В общем-то, заслуживает своей 7 из 10, если без читеров и отребья. Брать или не стоит, решать вам. Сейчас геймеры на серверах имеются, правда, рубятся они преимущественно в режим ПВЕ. На летние распродажи отдают просто за копейки. Вероятно, по Незеру будут еще видео. А пока что, спасибо за просмотр, подписывайтесь и успехов! Субтитры сделал DimaTorzok Незаправедка засыпка, господи, блядь. Здесь очень широкий ассортимент всего-всего-всего. Но вот что-то оружие здесь, не знаю, под запретом, что ли. Полно-полно всяческих сетов. Очень много масочек, холодных упорчиков. Ну, даже вот... Даже вот ЧИФ есть. Мы с ним все к этим говнарям. Пока что я не могу. Я пока что не квалифицирован. Ну что ж, ладно, под квалифицируемся надо. Как я думал, я скрафтил... Кэнган. Который стреляет 12-ти. Ни хрена себе. Да-да-да, его я видел на зле хернях. Что, сука? О, я не видел. Я к тебе обращаюсь, как на кусок. Ой-ёй-ёй. Зря я не вылечился, правда? Не. Ну-о-о-о-о-о-о-о-о! ХА-А-А-А-А-А!